Югорские археологи Вторая тема для изучения – расселение человека на территории Северо-Западной Сибири. Первое укрепленное поселение Югры периода Каменного века. Археологических находок этого периода в регионе много. В лабораториях Новосибирского института создана отличная аналитико-техническая база, чем убедились югорские коллеги. Здесь проводят анализ костей, торфа и других почвенных образцов, применяя новые методы определения возраста археологических находок. И не только возраста. С помощью новейших технологий можно даже узнать, чем питались в древности местные и пришлые жители. А вот кости бы, изотопы, нам бы точно сказали, что эти ханты немцы не ели вы никакой, ягоды не собирали, ничего не умели. И вы бы это обосновали. Да, это можно сделать. Можно даже попытаться определить, какую ягоду. Так что привозите кости, дубы, мы будем из них выделять коллаген и искать ответы на вопросы археологии будут молодые ученые из Новосибирска. Опыт по привлечению талантливой молодежи пригодится для становления в Хмао-Югре научной археологической школы. База для нее создана в этом году. В мае в Сургутском государственном университете открылся Центр югорской археологии и этнографии. Первое и единственное в регионе подразделение, которое занимается археологией как наукой. Югорские и новосибирские ученые по итогам встречи нашли много точек соприкосновения. Кроме собственной науки, это издательская и музейная деятельность. Коллеги согласились, что археологическое наследие требует современных способов экспонирования. После посещения ведомственного музея археологи из Сургута и Новосибирска обсудили юридические нюансы передачи предметов для выставок и договорились о совместной просветительской деятельности. На очереди подписание договора о сотрудничестве между двумя институтами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...